Добрый вечер. Пусть Боба сблагословляет. Я думаю, что войны никто не хочет. А что хотят? Хотят, чтобы был иммунитет. Не только от заболеваний, а от того, что сядет в тюрьму, от того, что будет отвечать за свою деятельность или за свою бездеятельность. Но интересно, что Иисус говорит о вражде между домашними, между родственниками, между семьей. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел и принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Или он говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Евангелие от Луки эта мысль выражена еще более сильно. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Только что позвонила мне сестра, рассказывает, что вся школа пошла на карантин, много больных. И если раньше еще начальная школа ходила, сейчас и начальная школа не ходит. И говорит мне, что мы молимся. А я говорю, не молиться надо, а надо искать ответы на вопросы. Но они уже домолились до того, что ищут легкой смерти. Такие же молитвы звучали. Я уже рассказывала. Молиться о легкой смерти. Моя сестра так помолилась за мою маму. Хотя она не лежала. Я не знала, что такое. А потом я пошла на служение в еврейской общине. И там такая молитва прозвучала. Но я так поняла, что это уже обсуждает между собой, что я очень сильно переживала смерть мамы. И говорит, не переживайте, если кто-то умрет во сне. Самое интересное, что... Наверное, уже обсудили, что якобы легкая смерть была у моей мамы. Уже во сне я умерла. Ну видно, что обсуждают. Бог мне открывает. Не просто так открывает, не рассказывает мне, а так вот анализ идёт. Человек как говорит, я понимаю, о чём идёт речь, что происходит. Вот как меня контролируют. Контролируют меня любят все. Почему? Потому что стесняется задавать вопросы. Понимаете? Или делать нечего. Детективы играть. Вот это им нравится. Моим родственникам. Очень нравится. Я знаю, что мой брат там звонит, тётя в Киеве и рассказывает всякие небылицы. Им нравится посмеяться. Что собака меня гавкает. Это им смешно. Выпустят собаку гулять во дворе, а потом... А потом анализирует, а чего она так на неё гавкает. Так она потом и гавкает, что она хочет на эту территорию, на которую она якобы чувствует себя свободной. Не понимает, что это чужая территория. Вот такое. Знаете, вот действительно всяким событием есть объяснение. Но людям нравится. Людям нравится, чтобы просто с кого-то было с кого посмеяться или осудить кого-то. Вот. Почему им нравится? Вы знаете, вот ещё самое интересное, что когда происходит какое-то событие, то нужно искать виноватого. И зачастую думает не о том, кого не знаешь, ну кто это мог сделать, да. А кого знаешь. Начинает дома именно на родных, да. Как часто бывает. Убьёт какого-то человека, жиму, женщину, например. И в первую очередь думает такого. Муж убил. Или парень убил. Или друг. И так далее. Понимаете. И как мои двоюродные сестры. В первую очередь захотели парень, с кем она жила, когда она погибла в ларьке. Понимаете. И задержали его. Понимаете. Даже не смог прийти на похороны. Вот. Вот это безумие человеческое. Понимаете. Именно что враги человека, домашнего. Они не размышляют, что зло мог сотворить какой-то совсем другой человек. Они начинают думать на родную душу. В этом трагедии. Почему это происходит? А написано, при том, кто о своих и особенно о домашних не причётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного. Может поэтому. Я вот смотрю на свою жизнь. Я своим родным много чего отдала. Так получилось, что я осталась без работы, когда в церкви получился конфликт. Меня выгнали из церкви. Меня все перевернулись в этой жизни. Я вышла с колеи. И я уже рассказываю. И сидела с детьми. Занималась. Уроки делала с ними. Вот. И никогда денег не брала. И получается, что хочется сделать добро, чтобы проповедовать Иисуса Господом. А людям это, извините, и нафиг не надо. Понимаете. Твоя любовь к Богу. И так получается в этой жизни. Поэтому мы сейчас вот так в тьме этой сидим. Жертвы уже не хватает за грехи человечества. Люди не хотят молиться. Люди уже озлоблены, как написано в откровении. Будет даже хурить Бога за свои страдания. Вот. И не догадается воздать славу Творцу. Вот. Но дело в том, что... Люди еще, кроме того... Почему Иисус так говорил, что враги человека домашнего? Потому что трутся друг от друга. Раздражают. Понимаете. Нужен покой. Поэтому я говорю о субботе. Нужно уметь отдыхать. Я ищу ответы на вопросы и размышляю о том, что, возможно, придется когда-то и действительно деляться. Понимаете. По субботам. Чтобы у каждого была своя обитель. Это мое такое мнение. Чтобы находить покой. Да. Ну что Златовус говорит по этому поводу? Поэтому, показывая, что он же сам одобрял и бывший в Ветхом Завете, вспоминает и о пророчестве, которое, хотя не на этот случай сказано, однако объясняет то же самое. Какое же это пророчество? Враги человеку домашнего. И у Иудеев случилось нечто подобное. У них были пророки и лже-пророки. Бывали также в народе разногласия и дома разделялись. Разделялись. Одни верили тем, другие другим. Поэтому пророк, вещевая, говорит. Не верьте другу. Не полагайтесь на приятеля, отлежащий на луне твоем. Стереги уст, двери уст твоих. Пророки человеку домашнего. А говорил это для того, чтобы тех, которые примут учение, поставить выше силы. Абсолютно верно, говорит Иоанн Затауст. Те, кто приняли учение, как бы они себя ни вели, странно, удивительно, раздражали, но они ходатай. Они молятся. Они жертвы, чтобы воцарилась царство. И поэтому я кричу сегодня сестре. Не кричу, не кричу. Не валиться надо, а искать надо. Искать ответы на вопросы. А вот. И, к сожалению, кто меня смотрит, видит, сколько у меня подписчиков, сколько у меня просмотров. И соблазняются люди. Истина очень сложная. Поэтому я стучала из церкви, хотела им что-то доказать. Но они смеются. Даже сестра сказала, когда я пошла на собрание. Ну, ты хочешь там что-то проповедовать. Они ж между собой обсуждают. Понимаете, что якобы я пошла на собрание, сколько не ходила, чтобы мне дали слово. А потом, говорят мои знакомые, скажи Лили, чтоб ходила на прославление. А вот. Я балуюсь, я развлекаюсь. Я артистка, которая хочу где-то играть. Где-то станцевать или спеть. Понимаете, вот такое отношение у людей к вере, к Богу, к послушанию. Есть страх Божий любит. Абсолютно. Они видят только свой кончик носа. Понимаете? А это вообще-то опасно. Если видишь кончик носа, то это говорят к смерти. Понимаете? То есть надо смотреть, глядеть вдаль. Надо быть объективными, несубъективными. Анализировать. Я говорю, сестра, ну посмотри сколько у тебя бед, сколько страданий у нас. И что? Нельзя делать выводы какие-то. Нужно или не нужно делать выводы. Молятся они. Домолились уже. Что уже стыдно. Позорище такое. Не бойтесь, что вы умрёте где-то во сне. Не бойтесь этого. Да. Да. Ефимий Зигабин говорит. Это пророческое изречение. И враги человеку домашнего. Сказаны они, когда иудеям, когда они враждовали между собой. Но Христос, кстати, применил его к предмету своей речи. Показывая, что все домашние, даже свыщего уверовать, станут для него врагами. Правильно. Понимаете? Написано в Библии, что спасёшься ты и весь дом твой. Вот. Веруй ты и спасёшься ты и весь дом твой. То есть мы ходатай. Мы ходатай, если мы молимся, мы благословляем людей. И когда Бог просит за кого-то молиться, лучше не отказываться. Но у меня в последнее время очень ожесточилось сердце против людей, которые делают беззаконие, которые со мной поступают не по-человечески. Я не хочу за них молиться, даже за родственников некоторых. Понимаете? Идёт ожесточение. Поэтому нужно уже всем обращаться к Богу. Все должны искать истины. Вот мне напоминает о чём Ио. Да. Я уже, конечно, немножко запуталась в своей жизни. Ио. У него получилась трагедия. У него было семь сыновей и три дочери. И все они погибают один день. Они собрались, часто собираясь, какие-то проводили развлекательные мероприятия вместе. И там где-то было, не знаю, что там произошло. Получается, что сатана сказал Богу, что я могу искусить Иова и посмотрим, ли он послабит тебя. А вот... И говорит, прибегает весь в Киеву, говорит, валы орали, аслицы паслись подле них, как напали савиане, и взяли их, и отроков поразили острым мечами, и спасли только я один, чтобы возвести тебе. Вот. Но перед этим рассказывается, что Ио был очень богочестивый. И он вставал рано утром, вознесел все зажжения по числу всех их родных. Ибо говорил Ио, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Ио во все такие дни, понимаете? Когда начинались эти пиршественные дни. Ио посылал, за ними освящал их. Получается, что Бог показывает, что ты потеряешь тех сыновей. Ты будешь за них адатайствовать, если не будешь их обличать, если не будешь их заставлять молиться, ты их потеряешь. Возможно, у меня тоже есть такой грех. Я где-то уже упала в том смысле, что я устала от ненависти. Получается, я говорила слово, но люди презирали это. И поэтому я уже умолкла. Говорю только вот в Ютубе. Меня тоже никто слушать не хочет. Но радуюсь каждому постоянному слушателю. Уже 87 мне постоянных слушателей показывается. Я уже... Боже, спасибо, что приближается хотя бы к 100. Вот. Но получается, что истина очень сложная на конец ребенка. И говорить о том, что последнее поколение не будет иметь детей, это тоже очень сложно. Поэтому такая трагедия. Только поэтому это корона. Конечно, люди еще и развратничают и делают беззаконие. Но Бог хочет, чтобы его искали. Понимаете? И кто виноват в этом? Я с себя вины не снимаю. Я просто знаю, что информация должна звучать. И надо искать в слове. Надо искать в слове. Не молиться просто так, заученными словами, какими-то фразами такими. Понимаете? Потому что это смешно. Богу. Это уже смешно. Бог хочет, чтобы было действие. И действие оно будет только в том случае, если буду знать, как действовать. Я объясняю, что люди неправильно молятся. И вращаются уже не к Богу. Абсолютно. Вот. Это тоже надо разрушать. Бога раздражают такие молитвы, которые... Это уже многобожие. Помогите. Поэтому, когда в одной семье люди ходят в разные церкви. Это, конечно, нормально. Но лучше была бы одна община. Правильно? Но лучше, чтобы было взаимопонимание. Вот. Ну. Поэтому я хотела бы, чтобы люди просто искали Бога. Этого нам не хватает. Нам не хватает того, что люди отвлекаются на разные... На злые даже вещи. На очень. Видите, как интересно переводится эта фраза. Худшими врагами человеку станут его домашние. Худшим. Понимаете? И поэтому, когда... Да. И хорошо кому-нибудь все-таки баркали. Что? Иисус говорит на горной проповеди мудрые слова, если они враги, родственники. То там как надо поступать с врагами. Да? Так же надо жить по слову. И в Коране тоже. Я говорю, это вот эта вражда, которая описана в Коране. Это тоже между родными. Это самое интересное. Как выходить в мире с ними. Понимаете? Как их обличать. Вот. И самое интересное, что вот вопрос стоит. Когда к власти приходят люди, они начинают своих родных ставить на какие-то места или друзей. Вот. Правильно это или неправильно? Вопрос. Вот. И я думаю, что... Наверное... Ну, в мире уже есть такая... Как бы опыт уже, да? Что... С родственниками лучше не начинать какого-то дела. Потому что зачастую родственники, как у меня, да? Ну, халява. Реально. Реально. Лиля что-то делает на халяву. Вот. Не надо благодарить. Лиля обойдется. Это же своя. Вот. А, ну, разные бывают услуги. Если услуги не занимают мне много времени, то это одно. А если забрали время, или как у меня был случай, когда моя тетя пять лет назад, шесть, упала и потеряла возможность ходить, то почему-то не самые родные должны были за ней ухаживать, а уже на нас положили. А я как раз устраивалась на завод работать. И получается, что интересная ситуация. Когда я говорю, я пошла зарабатывать деньги на Михайловскую картины, продавала, то брат мне говорит, да зачем тебе идти на работу? Ну, никто же не сказал, что, Лиля, мы тебе будем такую-то сумму платить, если ты будешь ухаживать и утереть. Договоренности не было. То есть я должна ухаживать, вы будете зарабатывать деньги, мне ничего не надо давать. И еще я на работу не имею права ходить. То есть, понимаете, почему человек так устроен? Я не понимаю, почему люди думают, что кому-то ничего не надо. Почему думают, что время ты можешь отдавать, понимаете? Если брат был фотограф, сфотографировал мне бесплатно, это одно. Он там полминуты сфотографировал, ему бесплатно ничего не стоит. Но когда я отдаю свое время, то это стоит. Это все-таки стоит. Понимаете? Ну, несправедливость в этом и кроется. В этом и кроется мне своя милость. Это очень печально, что люди не ищут того, что Божье. А Божье это заботиться о ближнем. А Божье это не искать своего. А Божье это не желать ближнему того, что сам себе не желаешь. Божье это не желание.